Ты куда? Проверять погоду Давай Джулета пошла тестить погоду Холодно или не холодно А значит Сегодня день влога Ну что там? Не знаю Не знает Тут он отзвонит какой-то доклятиной Это ужасно Держись Потрясно выглядишь Спасибо Пока Наши пути разошлись Она на остановочку А я пешком Через весь парк На метро С тех пор как я продал свою машину Весь этот путь Который я раньше преодолевал На ней Я теперь прохожу пешком И наблюдаю все эти красоты Поднимаю себе настроение перед работой И плюс ко всему Я немного похудел Потому что теперь больше хожу Но фиг с ней с машиной Вас наверное интересует Че так долго не снимал ничего И в этом видео будет как раз таки Об этом А во вторых отвечу на вопрос Который задавали уже много раз Чем я занимаюсь на работе Что я делаю на работе Что вообще за работа такая И будет еще несколько интересных событий Так что смотрите Дальше будет интересно Блин какой же тут красивый парк Все таки на Дарнице И так Почему же я так долго не выпускал влоги Начнем с того Что свой видеоблогинг я воспринимал Как полноценную вторую работу То есть я реально планировал Еженедельно два Может быть три ролика Выпускал их снимал То есть тратил очень много сил И энергии для того Чтобы полноценно Вести свой ютуб канал С целью развить свой ютуб канал Чтобы он приносил мне дополнительный заработок И в будущем может быть вообще Заниматься только ютубом И получать от этого деньги И немного поспрашивав Поинтересавшись у других видеоблогеров Как у них получается Сколько у них подписчиков Сколько они может быть зарабатывают И так далее Я пришел к выводу Что чтобы достаточно хорошо Зарабатывать на своем ютуб канале Нужно иметь Примерно 100 тысяч подписчиков Вы наверное скажете Но ведь подписчики это не главное И вы будете правы Главное это просмотры И поэтому вы можете иметь Свой ютуб канал У которого будет всего лишь Тысяча или там Двести подписчиков И постоянно выпускать Трендовые Хайповые видосы Которые будут собирать По миллиону просмотров И чувствовать себя Отлично от этого Но скорее всего Этого у вас не получится Ваши видео не будут трендовыми Они не будут получать По миллиону просмотров И так далее И поэтому таким спасательным кругом Будет пополнение Вашей базы подписчиков Если вы соберете 100 тысяч подписчиков И как минимум Половина из них А лучше больше Чем половина То есть больше 50 тысяч подписчиков Будут активными Каждое ваше видео Будет собирать 50 тысяч просмотров То и больше И я посчитал Что в среднем На мой канал В месяц подписывается Примерно 80-90 человек И если посчитать В рамках года То это получается Примерно тысяча подписчиков На данный момент На моем ютуб канале Две с половиной Но округлим До трех тысяч подписчиков И получается Чтобы мне собрать 100 тысяч подписчиков Мне еще нужно 97 тысяч А в год я собираю Одну тысячу Получается Мне нужно 97 лет И когда я это посчитал Я немного Знаете Вот Опустил руки Я подумал Что Че-то как-то Обидно Проще говоря Я просто обломался Я примерно Две последних недели Просто думал Что мне дальше делать С своим ютуб каналом Останавливать его Либо продолжать его Выпускать Но в каком формате И режиме И проснувшись сегодня Я подумал Что сегодня будет Достаточно насыщенный день Можно попробовать Что-то снять И я подумал Хочу ли я это делать Я подумал Что наверное хочу Потому что мне все-таки Это нравится Приносит мне удовольствие И я продолжу Выпускать влоги Вот в рамках Вот хобби Буду стараться Выпускать Минимум Одно видео в неделю Но так Чтобы оно мне было интересно Чтобы я понимал Что реально Сегодня допустим Есть что снять Сделать интересное видео Для вас Дорогие подписчики А пока у меня Обеденный перерыв Схожу В одну небольшую конторку Которая называется Air Может быть вы знаете Компания Которая занимается Только ютубом Снимает разные Программы Влоги Раскручивают Других влогеров И они позвали Чтобы я буквально На 15 минут Забежал к ним Чтоб снялся В их программе Для канала Сквозь Может вы знаете Такой канал Давайте посмотрим Что получится Белорусский хорошо знаешь Вообще не знаю О, ну тогда мне повезло Да, будет сегодня белорусский Будет, да Объясни, что надо будет делать Тебе будет даваться слово Ты должен будешь угадать Что это значит Там на украинском На русском Там сидит парень Который из Белоруссии Он тебе будет помогать Подсказывать Не, ну вообще Попробуем Вот как выглядит мое лицо При правильном свете Раз, два, три, раз, два, три Раз, два, три Горбато Это прилагательное О человеке, который гордится Про бабушку горбатую Это жидкость? Жидкость Жидкость Вообще без понятия Мне, колеласка Кубочек горбатый Чай? Да То есть горбатый Это чай? Да, именно Сябры Сябры Это, наверное, товарищи Да, товарищи, друзья Еее Оно предложение Сябры Не колвины Телефоновалы А заходзилы Пыса Мне бы хотелось сказать Типа Прочета лицо Точно Серьезно? Серьезно Пыса Типа Что у тебя за пыса? Пыса Пойди умой Но украинским это пысок Да, подписывайтесь Ставьте лайки И побольше вам подписчиков И побольше подписчиков у меня Спасибо Наташе Каналу Сквозь За то, что позвали Это было реально познавательно Понял для себя Насколько белорусский язык Интересный и забавный Оставлю все в описании Ссылку на канал Сквозь Интересно будет Посмотрите Не знаю, когда выйдет этот выпуск Может быть на следующей неделе Самому интересно будет посмотреть Пойду теперь дальше работать И отвечу на один вопрос Который задавали мне много раз Разные люди Что я делаю на своей работе Начнем с того Что есть такая огромная компания Которая называется СИВИ Если расшифровать То это Криштиан Вижен Христианское видение Главный офис находится в Британии И по всему миру Расположены другие офисы Которые отличаются За различные регионы По всему миру Наш офис Который находится в Киеве Отвечает за регион СНГ Это примерно 15 стран Бывшего постсоветского пространства Проще говоря Те страны В которых понимают русский язык Вот в нашей части мира И что конкретно Эта компания делает Основная задача Исходит из названия Этой компании Она называется Христианское видение То есть это христианская компания Которая распространяет Своё христианское видение Видение, которое передал Христианской церкви Христианам сам Бог Это видение заключается в том Что мы христиане Должны распространять информацию О нашей вере О Боге О Иисусе Христе Это как раз то Чем мы занимаемся В СИВИ В этом нашем регионе СНГ Все люди Которые работают В этой комнате Отвечают за наполнение Соцсетей За рекламу За раскрутку За развитие разных проектов А кто же непосредственно я Я руковожу Вот всем вот этим Маркетинг отделом Региона СНГ Я маркетинг менеджер Либо проще говоря Руководитель отдела рекламы Если вообще Очень просто сказать Вот И если у вас остались Какие то вопросы О моей работе О том что мы здесь делаем Пишите их Либо мне в личке В инстаграме Либо здесь в комментариях Отвечу Вот На часах уже 6.35 35 минут Как мой рабочий день закончился Я могу смело собираться Сейчас я возьму с собой Свой дрон И пойду снимать Всякую красоту Потому что сейчас Чистое Красивое небо Солнце светит Красивым теплым Желтым цветом Должно получиться Красиво Давайте смотреть Вот Я надеюсь вам понравилось это видео Если так Поставьте лайк Напишите что-нибудь в комментариях Чтобы YouTube подумал Что вау Это видео комментируют Надо показать его Большему количеству человек Поэтому друзья Не жалейте комментарии Комментарии Очень важны Для раскрутки видео Комментарии Лайки И так далее Поэтому Если понравилось Поставьте лайк И напишите что-нибудь в комментариях Вот все что угодно Класс Отстой Не знаю Колбаса Все что угодно Напишите Просто помогите развитию моего YouTube канала И если хотите подписаться Буду рад Если вы подпишетесь Нажмите вот сюда Если хотите посмотреть прошлое видео Нажмите вот сюда И друзья До новых встреч Увидимся Наверное На следующей неделе Пока Субтитры сделал DimaTorzok